Читать сегодня секс-пустыню? Огонь! Огонь! Ну, прочитаю, такое стихотворение, тоже такое, с эротическими комментациями, может быть, не более такое, менее, так сказать, Легонько коснуться своим языком твоего языка. Сон оборвётся внезапно. Оружие закопали в землю. Молния приближается с треском. Рекламные щиты вот-вот рухнут. Продвинуться языком глубже, туда, где корень твоего языка и прохладное сладкое нёбо. Волнующий запах весны и рокот Первой мировой войны. Тогда они делают индивидуальное высказывание без субъекта, с вопросом, кто говорит, я, кто нас целует, пока длится сон. Мы застряли в истории. Один звонок, и клубы дыма вываливаются наружу. Смотри, дом мой горящий, следом лето с кровью. В широкие мгновения ведает, где твоя боль, как больно. Собирать языком слёзы. Щёк с ключиц. Ночью ворву в постели, где вспышки, где кровь говорит. Со мной можно плакать. Закрой глаза об искажении. Близость грозы, когда накаляется грудная клетка. На ощупь, как будто случайно сталкиваясь в коридоре, проводя языком по шее. Слыша вдалеке оркестры, орудия, проваливаясь в безумие. Возможно ли вспомнить, когда это началось, вне конкретных признаков времени, словно рой пчелины жалит, одного оставляя, где плачет, а второй внутри этого роя падает на колени. Я открыла? Да, я открыла.